На связи со студией Роман Бачкала. Мы с вами неоднократно видели его сюжеты из зоны АТО. И что интересно, заметила их и российская пропаганда. Роман, привет! Что им нужно? Вот чем ты успел насолить? Прошу. Привет, Алексей. Но я не знаю, что им нужно. Видимо, не понравилась правда. Да, действительно, мои недавние материалы из зоны АТО вызвали определенные резонансы. Зрительский интерес, видимо, не только в Украине, но и в России. А мы что? Мы просто-напросто показали, что там на самом деле происходит, что происходит на востоке Украины. И, видимо, с целью того, чтобы каким-то образом упредить нашу информацию, наши российские коллеги с канала «Россия» сделали то, что они сделали. Конкретно речь идет о материале, в котором мы продемонстрировали арсенал оружия, отбитый в бою украинскими военными у террористов. И вот, судя по учетным номерам и модификациям этого оружия, в Украину оно, скорее всего, попало именно с территории России. Прежде всего, речь идет об определенных модификациях огнеметов «Шмель» и последней модификации снайперской винтовки «Драгунова», которой, кроме как в России, нигде просто нет. Ну вот, Россия, так сказать, устами своих СМИ продолжает настаивать на том, что она не спонсирует, не помогает оружием террористам на востоке Украины. И что вот мой сюжет об этом – это не более чем жалкая пропаганда. Причем, ну, это вообще, конечно, вот так смешно звучало, что якобы мой материал был сделан во исполнение некого секретного распоряжения главы СНБО «Рубия». И вот, собственно говоря, это вот какая-то такая пропагандистская штука. На самом деле, это, конечно, неправда и просто смешно это слушать, чисто профессионально смешно, поскольку мне вообще сложно назвать коллегами тех журналистов, которые все это придумали, да, эту жалкую агитационную такую бяку. Ну, а вообще, конечно, грустно, грустно, поскольку это увидели десятки миллионов россиян от Калининграда до Владивостока в одной из самых рейтинговых новостных программ российских «Вести» на канале «Россия». И, наверное, среди них есть те, кто в это поверил, наверное, есть те, кто в очередной раз плохо подумал об украинских журналистах, об украинских военных, об Украине в целом. Но не потому, что мы плохие, а вот потому, что российские СМИ хотят, чтобы их сограждане нас такими считали. А вот почему нет, сколько те от военных... Спасибо огромное. Зрителям напомню, это был мой коллега Роман Бачкал. Он работает в зоне проведения АТО. Сегодня на собственном опыте узнал, как может врать российская пропаганда.